МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие друзья, вновь приветствуем вас в рамках цикла программ «Пророки в Коране». Мы продолжаем обсуждать с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым, религиоведом, магистром теологии, темы, касающиеся Библии и Корана, темы, касающиеся взаимоотношений между христианами и мусульманами. И сегодня мы поговорим с вами, Джабир Исмаилович, о том, что такое конец света, потому что многие слышали, люди, об этом понятии, много спекуляций на эту тему. И давайте мы попробуем узнать наверняка, что в Коране, в исламе, в проповедях, может быть, пророка Мухаммеда, говорится о судном дне. Да, Алексей, конечно, человечество всегда хотело знать, когда наступит этот день. И во времена Мухаммеда это тоже не прошло стороной, к нему тоже обращались вопросом, когда же наступит этот час суда, или когда наступит этот день. И Мухаммед на него ответил с помощью Всевышнего, который обратился к нему. И это описано в седьмой главе Корана, которая называется «Аль-Араф», «Высоты». И это записано в 187-м аяте. Давайте мы прочитаем седьмая сура, 187-й аят. «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. Скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого». Вот такой стих записан в Коране. И отсюда мы видим, что люди всех времен старались знать час суда и день пришествия. День пришествия Бога, когда Бог хочет судить людей. И мы понимаем, что в ответе Мухаммеда содержится то, что это знание сокрыто только в Аллахе. Только Бог знает, когда это наступит. Ну и в Библии также сказано, что не знает о том дне, да, никто, кроме Отца Небесного. Отца Небесного. И также Мухаммед говорил еще в своих суннах, то есть в проповедях, которые передавались из уст в уста, а потом были записаны в хадисах. Он называл несколько признаков часа суда, несколько признаков. В этих признаках обязательно присутствует война двух больших армий. И интересно, что у них будет одно и то же верование. При том, что они верят в одно и то же, будут воевать, понесут большие потери. Также время ускорится. А вот война двух этих армий или двух больших народов, можно ли это интерпретировать так, что это вот арабо-израильский конфликт между мусульманами и иудеями, вот это вот противоборство? Потому что их религии, они очень схожи, да, друг с другом. Вера в Бога их объединяет. Вера в Бога. Но при этом они враги, которые готовы убивать друг друга, наступать друг на друга. Причем у них единый источник, да, религии, единый корень. Они и арабы, и евреи, дети Авраама. Монотеизм пришел к ним от Авраама, поэтому можно сказать, что да. Но я думаю, тут говорится, что будет очень большая война между ними. И понесут обе стороны большие потери. Но это только признаки, да. И также еще вот время. На самом деле, вот сегодня время очень ускоряется. Мы видим, сто лет тому назад время совсем было по-другому. Да, люди жили не так спешно, спокойно. Не было сотовых телефонов, не было интернета. И доступ к информации был менее доступен. Ну, как бы информация была менее доступна. Но и люди жили в более спокойном, размеренном ритме. Человек из города в город перемещался намного медленнее, чем сейчас. Ну, неделю можно ехать, например, было с края Нижегородской губернии, с ее северной части, оттуда, откуда-нибудь из Таншаевского, Шахунского района до областного центра. Целую неделю ехали, если на лошади, на телеге. Вот ехали. Да, сейчас достаточно даже 5 часов, чтобы из Лондона прилететь в Нью-Йорк. И что самое интересное, что между ними 7 часов разницы, а если вы прилетаете за 5 часов, то вы 2 часа выигрываете времени. Это были вот конкорды, которые сняли, и поэтому на них была такая цена дорогая. Но, что время ускорилось, это однозначно. Пришествие Иссы, это и является знаком того, что время суда уже приблизилось. В постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться. Это значит, что какое-то время будет скорбное. То, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять. И также он пишет, есть трактаты, пришествие Исы, то есть пришествие Иисуса. Тоже будет признак, тоже будет связано с судным днем, с концом света? Да. Ну и в Священном Писании, в Инжил, мы в Библии также находим, что именно в день второго пришествия Иисуса Христа наступит конец этому миру, конец греха и наступит новое царство, да? Царство Божие. Я даже скажу так, что Иисус о себе говорил, что вот это записано в Инжиле, в Иоанне 5 глава, с 24 стиха он говорит, что суд отдал отец в руки сына, и верующий в него на суд не придет. И, конечно, вот когда мы начинаем рассматривать эти вопросы, в Коране написано, что вот мы вчера говорили, сират – это путь, и такой же термин употребляется в плане перехода через судное решение. То есть тоже будет сират. Но там уже не путь, а мостик. В принципе, это одно и то же – и путь, и мост. И вот написано, что верующие в Аллаха, они пронесутся, как молния через этот мост. Они верующие, они будут проходить между Абу Талибом и Мухаммедом, которые будут, согласно Сунни, которые будут скидывать людей, которые не верят в Аллаха, не совершали молитв, не делали добрых дел. И вот тут, конечно, мы понимаем, что… Ну, что это традиция, это в Коране не написано. Опять же, это в Суннах написано. Это в Суннах написано. В Коране такого нет. Но это отражает понимание, да, вот и Мухаммеда, и людей, его, тех, кто жили с ним в одно и то же время, понимание их конца света, суда и второго пришествия Иисуса Христа, если говорить христианской терминологией. Ну да. Пришествие Иисы, оно однозначно является одним из знаков дня судного в Коране. Это не отрицается. Поэтому вот Иисус должен прийти, и с его приходом начинается вот как бы вот это судное время. Но там еще есть некоторые другие факты, которые говорят там, что он должен будет жениться, он должен… Ну, я думаю, что самое главное – это пришествие Иисы, это и является знаком того, что время суда уже приблизилось, уже пришло. Но мы находимся сейчас вот во времени других признаков, которые были написаны. Знаете, в Суннах пророка Мухаммеда еще было сказано, что люди будут соревноваться в своих роскошностях, в своем богатстве, в постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться. И сегодня, когда мы смотрим в мире и понимаем, что на самом деле каждая страна сегодня хочет как-то отличиться от других стран строительством именно башень, именно каких-то башень. Вот это идет сейчас между, скажем так, вот Арабскими Эмиратами, ну и, наверное, Америкой. Китаем, наверное. И Таиланд еще, и Китай. Они все хотят именно… Именно хотят как-то… Самое высокое здание в мире построить. И у нее… Они сделали так, что там есть возможность достраивать высоту. Достраивать. Если кто-то перегонит. Если кто-то перегонит, они опять достраивают высоту и делают пик выше, чтобы как-то опять… И это тоже предсказывал Мухаммед, видите. И Мухаммед также предсказывал, что люди в своих богатствах настолько будут развращены своим богатством, что даже это не будет приносить пользу пожертвованиям. То есть людям даже этого не нужно будет. Ну и, конечно, один из самых главных высказываний Мухаммеда в Суннах – это было то, что человек, когда найдет этот день пришествия, когда наступит, он захочет, проходя мимо гроба, он захочет, чтобы его жизнь была лучше в гробу, нежели он живьем все это видит. Понимаете? То есть, ну, чтобы… Ну, что это значит? Это значит, что какое-то время будет скорбное? Очень скорбное, да. Вы знаете, вот начиная со 112-х сур, в конце там написано, что горы будут как пушинки летать. Горы как пушинки будут летать, потому что время будет очень страшное. В Священном Писании написано, что мать забудет грудной ребенка, свое грудное дитя забудет. Вот это можно представить, что вокруг себя они будут видеть такое, что даже она забудет, что вот у нее в руках грудной ребенок. Ну, в Инджелии, да, книге Откровения, Апокалипсис, которая как раз говорит также о событиях последнего времени, сказано в 6 главе 16 тексте. «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То есть в этом плане вновь мы видим синхронное, да, практически, описание событий. Видите, тут написано «скрой нас от лица». Люди боятся лика Божьего. Потому что грехи их, они не позволяют им предстать перед Богом в том виде, в котором они есть. И решение этой проблемы мы уже говорили на предыдущих наших программах. Решение этой проблемы в заместительной жертве, да, в той великой жертве, которой стал Иса, Иисус ради спасения мира, ради избавления от грехов. И благодаря этой жертве, те, кто увидят Бога, если они принимают эту жертву и верят в нее, они смогут невредимыми остаться, да, и они скажут «не падите на нас, сокройте нас горам и камням», а скажут «вот он Бог наш, на него уповали мы, и он спас нас». И вот лик, мы желали его видеть, и вот увидели. Это основная, это главная тема. Знаете, она записана в Коране, в суре. Сура 75, 22-23 стихи написано. «Одни лица в этот день будут сиять и взирать на своего Господа. Другие же лица в тот день будут омрачены». И вот здесь мы видим с вами, что сиять лица будут от того, что будут взирать на лик Господа. И поэтому, видите, вот здесь созвучие со Священным Писанием, что люди желают видеть Бога. И те, кто искал лица его, те, кто желал видеть его здесь, живя на земле, пока он был невидим, они, увидев, возрадуются. А те, кто жил такой жизнью, что лишь бы Бог не знал и не видел, что я творю, те и тогда пожелают, чтобы были сокрыты лучше они под грудой и камней, чем представить перед лицом Бога. Алексей, вот вы правильно сказали, сейчас, когда мы живем в мире невидимого Бога, мы имеем желание хотеть увидеть его. Для этого у нас необходима должна быть достаточная информация о Боге, знание его характера, что он для нас сделал в пророках, в книгах и в Иисусе Христе. Вот именно в Иисусе Масих, что сделал Бог для нас. Если мы это сегодня понимаем, сегодня понимаем, то, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал, который взял на себя наши грехи, пожертвовал собой ради нас. Когда мы узнаем такого Бога, когда мы узнаем такого любящего Бога, конечно, мы будем хотеть желать всегда его увидеть. И когда мы увидим перед собой вот все, что это наступает, потому что там в Суннах Мухаммед также отмечал, что будут землетрясения, какие-то страхи, море. Это перекликается с 24 главой Евангелия от Матфея, как раз где описаны признаки второго пришествия Христа. Когда ученики спросили, каков признак твоего пришествия кончины века, и он говорит, вот невозможно сказать о дне и часе никто не знает, но есть определенные признаки. И можно по ним судить уже, что близко при дверях. Ну, вы знаете, вот все вот эти страшные катастрофы, конечно, они вселяют в страх человека, когда он находится или когда он видит это. Я думаю, вот землетрясение, оно всегда навевает такой страх, даже если вы находитесь дома, когда начинает качать, уже страх появляется. А в день пришествия это будет страх, который, ну, я не знаю, все люди, конечно, уже испугаются, и они будут иметь только желание как-то спастись. Но если мы понимаем, что это день суда, то каждый человек будет радоваться. Почему? Потому что он предупрежден, что нужно будет через это все пройти для того, чтобы увидеть лицо Бога. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять от того, что они видят Бога, а у некоторых лица будут омрачены, потому что они встретятся с Богом, которого не желали здесь искать, здесь ему служить. И не верили, что он вообще на самом деле есть, потому что мы живем в мире, как вы сказали, Алексей, мы живем в мире невидимого Бога. Но и если говорить о верующих людях, то также мы из Инжил, из Евангелия знаем информацию о том, что они будут восхищены в встретении или навстречу с Господом на воздухе. То есть их не коснутся все эти последствия разрушений, землетрясений, тех скорбей, катаклизмов, которыми будет сопровождаться Судный день и пришествие Иисуса во второй раз. Тема рая, она в Коране очень сильно раскрыта. И в Суннах Мухаммед обещал и рассказывал людям, что их ждет в райских садах, в райских кущах, что ожидает людей, которые прожили эту жизнь, осознавая, что этот день наступит, осознавая, что все, что он делает сегодня, он молится, он верит в Аллаха, он верит в пророков, он изучает Священное Писание, он исследует свою жизнь, он живет праведно и честно, и за это он получит награду. Но это награда, он должен сегодня ее как бы уже начинать строить свою жизнь так, чтобы увидеть Бога и получить эту награду, которая обещана всем почитателям книги, что их ожидает в раю. И, конечно, хотелось бы сказать, что ни в коем случае не получат этой награды, напротив, будут наказаны жестоко и Аллахом те, кто вместо любви несут этот мир зло, те, кто вместо помощи людям несут им смерть. Они это делают, будучи обманутыми, делают ради этой награды, ради этого рая, но в результате Коран и ислам, традиционный ислам, говорят о том, что они этого не получат. То же самое говорит и Библия, то же самое говорит и Евангелие, Инжил, дорогие друзья. Поэтому, если вы желаете быть с Богом в день страшного суда, в день его второго пришествия, в день, когда закончится история этого мира, то сейчас нам необходимо познавать его характер и просить, чтобы наш характер соответствовал тому любящему, милосердному характеру Бога, которому мы читаем на страницах Священного Писания. Всего вам доброго. До свидания. Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета. После того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одной целой и монолитной. Человек, когда увидит уже Ангела Смерти, он хочет ему сказать, подожди. В Инжиле Иса говорит, как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова